Видите, вот таким образом проваливаются люки, оба туда, внутрь. И как я понимаю, что разницы вообще нет никакой. Приветствую вас, друзья, на канале LEGO Master. И сегодня у меня будет обзор и дополнительно небольшая информация про мои будущие планы на анимацию. Собственно, с этого я и начну. Сейчас я активно веду подготовку к мультфильму, а вернее к трём мультфильмам. Это такая небольшая серия. Общая тематика – это «Битва в Орденнах», «Битва за выступ». Краткая там история достаточно простая. Сначала немцы наваляли американцам, потом американцы наваляли немцам. Ну, примерно вот так. Для мультфильма мне нужна техника. Во-первых, немецкая, во-вторых, американская. Ну, а поскольку из техники, которая подходит к этим мультфильмам, у меня был только «Тигр», мне пришлось начинать с нуля. И решил я начать с американского танка «Шерман М4А3Е8», так называемая «Лёгкая восьмёрка». И совместно, вместе с интернет-магазином «Нева Брик» нам удалось восстановить достаточно раритетный набор, который раньше продавала «Брикмания». Собственно, вот инструкция, вот такой вот наборчик мне попал в руки. Попал он мне в руки в таком вот уже потрёпанном состоянии. Не буду долго рассказывать историю. Ко мне приехал пакет с деталями, вот такая вот инструкция. И не было никаких гарантий. В общем, никто их не давал, что танк можно будет из него собрать. Но, что самое интересное, когда этот танк ко мне ехал, я был уверен, что это один из танков «Брикмани». Потому что везде он проходил как танк «Брикмани». Но забив в поиске у них на сайте название танка «Шерман», я вот именно этого танка не нашёл. И, в общем-то, какими-то окольными путями по картинке я попал всё-таки на их сайт, на их закрытую страничку, где, собственно, этот танк и был. Сейчас вы видите картинки именно оттуда. Когда ко мне приехал этот танк, вернее, набор, я хотел найти хоть какое-то упоминание, что это «Брикмани», что это она делала танк, потому что она его продавала. Вот тут же у них на сайте есть. И я не нашёл ни одного упоминания. Для меня это было абсолютно загадочно, потому что все ссылки ввели на сайт www.brickbrigada.com. На самом деле были такие самодельщики, сейчас их нет. Этот сайт недоступен. И страничка в Инстаграме у них тоже давно достаточно не обновлялась. Я не мог понять, что же произошло. Какая же история с этим танком. В общем, решил я провести небольшое расследование. И ничего лучше я не придумал, как написать Дэниэлу Сискинду и спросить напрямую, что за дела, чувак, что за танк, почему вы скрываете о нём информацию. Надо отдать должное Дэниэлю. Он объяснил, что действительно этот танк был разработан брик-бригадой. В лице Джона Канепе. Ещё в тот период, пока Канепе не перешёл работать в компанию BrickMoney. И, соответственно, вся разработка этого танка брик-бригады, печать на мини-фигурках тоже их. А вот почему они продавали у себя на сайте, ну, видимо, просто сделали одолжение Джону. И, в общем-то, этот наборчик абсолютно никакого к BrickMoney отношения не имеет, кроме их дизайнера, который, собственно, в брик-бригаде работал, потом стал работать в BrickMoney. Вот и всё. Кстати, забыл упомянуть об уникальности этого набора. Таких наборчиков было создано брик-бригадой, как мы выяснили, всего лишь 19 штук. Ну и вот один из наборов я держу в руках. Не буду томить, давайте покажу его вживую. Вот так он выглядит. Мне кажется, красавчик. Но есть некоторые нюансики, которые я обязательно хочу озвучить. Давайте немножко я сначала отодвину танчик и по картиночкам пробежимся. Этот танк, он называется Шерман, поврежденный в бою, или там с боевыми повреждениями. Это, кстати, видно вот здесь. Это запечатанный тайлик. Весь, значит, вся звезда, этот тайл пробит пулями. Вот, с другой стороны, с другой стороны, то же самое. Ну, в общем-то, наверное, это и все его повреждения, которые дали название этому набору. Наборчик создан по известному фильму «Ярость». Имеется пять мини-фигурок, которые соответствуют каждому персонажу, которые были в этом фильме. Они все отличаются. Фишкой данного набора в том, что все персонажи имеют свои уникальные принты. На стволе у нас написано «Фьюри». Вот эта деталька. Переживал, будет ли в наличии именно вот эта вот деталька с надписью, потому что, ну, она уникальна, и восстановить ее не представлялось никакой возможности. Ну, только если там под заказ печатать, но это уже чересчур будет. К моей радости танк приехал в достаточно неплохой комплектации. Не хватало процентов, наверное, пяти из набора. Были все мини-фигурки, были все детальки с принтами. Не было вот этих бревен. В оригинале они были желтого цвета, меня это не устраивало. И вот буквально вчера я там поломал немножко голову и повесил такие коричневые, которых у меня на самом деле тоже не было, и пришлось их заказывать. Но я восстановил вот в таком виде танчик. На картинке вы видите желтые бревна, ну, вернее, там бежевые цилиндрики. У меня их тоже, в общем-то, в наличии не было. Ну, и, мне кажется, коричневые подходят сюда больше. По мелочи не хватало некоторых деталей. Вот этих вот деталек тут тоже не было. Расстроился я, что нет пулеметов. Но, как бы, возможность восстановить их есть. Все-таки это попроще, чем вот эти вот напечатанные детальки. И не хватает несколько аксессуаров от компании Brickforge. Вот здесь вот такие рюкзачки висеть должны. Я повесил пока такой мешочек, но здесь ему не место, и смотрится он немножко хуже. Нева Brick обещала завести рюкзачки от Brickforge, так что надежда есть, что все это восстановится. Ну, и пулеметик там тоже можно, думаю, найти. Не хватает еще вот здесь вот двух... Одной канистры и двух таких ящиков с патронами, насколько я понимаю. Лючки пришлось восстанавливать, вот эти кругленькие детальки. Ну, по мелочи, на самом деле, так, немножко внутри, в колесике. Пришлось добавить там парочку, тоже не было. Но, как я уже говорил, в основном танк был в очень приличном состоянии по комплектации, и детали в очень хорошем состоянии, ну, практически новый, так что, я считаю, все у нас с Нева Brick получилось, как и задумывалось. Чем хорош этот танк? Этот танк хорош исключительно внешним видом. Вот что я хотел бы вам сказать. И поэтому важны вот эти все обвесы, потому что без этих бревен он хуже смотрится, без этого ящичка он там все хуже смотрится, ну и так далее. Кстати, вот смотрите, ящик от Brickforge с надписью. И там гранатой, ножичек, ножичек, имеется гранатка, фляжка. Все как по инструкции. Мне хотелось восстановить действительно ту версию, которая была задумана изначально. Ну, вот кроме бревен с бревнами я никак не согласен. И там еще применялись, кстати, веревки такие короткие, которые в продаже, я вот вчера искал, их просто нет. И неудобно, здесь вот крепление у меня крепенькое, а веревки будут болтаться, и танк мне нужен для анимации, все-таки должно все крепенько так держаться. По фигуркам я попозже немножко расскажу и покажу. Давайте я их выну. И сейчас я хочу поговорить о минусах этого танка. Главный минус этого танка, он хорошо смотрится, действительно, такой симпатичный, компактный танчик. У Брикмании, кстати, Шерман, та же легкая восьмерка, он немножко по длине, хотя такой же ширины, но немножко по длине. Вот, видите, что происходит. Этот танк рассыпается. Этот танк рассыпается, и конструкция его достаточно хлипкая. Ну, хлипкая причем во всем, во всем, везде. Вплоть до того, что вот эти люки, они проваливаются, видите, вот таким образом проваливаются люки, оба туда внутрь. Не предусмотрено ничего, чтобы их задержать. Вот эти передние люки имеют ту же самую проблему. Они проваливаются внутрь. Все-таки надо было там что-то, какую-то детальку подставить, чтобы они стопорились тут. Поэтому конструкция самого танка, у меня вопросов много, вернее, претензий, какие тут могут быть вопросы. Но внешне он мне очень нравится, а для мультика внешняя составляющая, это очень важно. Ну, а поскольку у меня будет не один танк Шерман, он принесет определенное разнообразие. И, в общем-то, в этом его основная задача. Ну, а так симпатяшка, согласитесь, особенно с фигурками, мне вообще нравится. Ну, вот здесь вот передняя часть, она вот так вот вываливается постоянно. Я там ее внутри закрепил, мне пришлось уже закрепить, потому что изначально был там сделан интерьер. Сейчас я, может быть, рискну и попытаюсь вам показать. Когда буду показывать, он, возможно, развалится, потому что это регулярно происходит. Ну, снял пока ничего, нормально. Нормально снял. Здесь, видите, крылья эти, они хиленькие. Ну, вот эта вот конструкция, это уже мое, как бы, чтобы вот эта передняя часть не отваливалась все время вперед. Она не отваливается, она поворачивается все время вперед во время движения танка, да. Еще вот гусеницы ходят вот таким вот образом. Тоже не есть это хорошо. Слишком большой вот этот ход. Ну, здесь была попытка сделать некий интерьер. Есть сидение водителя, но мне пришлось его детальками тут закрыть. Я оставил как есть, но, по сути, я его не использую. Вот. Я решил все-таки укрепить. Есть у меня еще пару идей, как укрепить этот танк и, возможно, вот переделаю вот эти вот шестереночки, немножко сдвинуть, чтобы вот так они не ходили. Вот. Ну, а так больше внутри ничего особого нет. Постоянно отваливаются вот эти вот детальки и, соответственно, вот таким вот образом и колеса тоже отваливаются. Ну, как я говорил в начале, главная прелесть этого набора... Ну, и гусеница вот так вот ходит. Ну, что это такое? Но главная прелесть этого набора именно внешне его составляющая. Внешне он мне нравится. Ну, остальные какие-то моменты придется доделать. Собственно, чем я и потихоньку занимаюсь. Мне очень нравится, мне как башня сделана. Вот здесь вот такая вот дыра. Причем деталь там серого цвета, светло-серого. Она уж никак не сочетается с темно-серым цветом, но такое решение было. Крытое пространство, оно было сделано в угоду подвижности ствола. Вверх-вниз, чтобы он двигался. А может быть, так и оставлю. Посмотрим, насколько это будет хорошо или плохо выглядеть. Пока я не решил. Кто смотрел фильм «Ярость», наверное, помню, что это конец войны. По-моему, Франция. И там едет колонна танков, которые гружены и каким-то снаряжением с ящичками. В общем, барахла у них там много на борту. И вот такие стволы деревьев тоже. Вот колоночка придет. И этот танк прекрасно впишется вот в такую подобную колонну. Как мне кажется. Это первый танк из серии моей подготовки к моему мультфильму. Вернее, трём-трём. Я о четвертом думаю. Но с этим танком, наверное, всё. Там будут танчики, постреляют. Я танки снимал только в ННР-Б2. И как бы опыт у меня небольшой, съёмок танков. И, в общем-то, я пока переживаю, насколько это хорошо всё будет выглядеть. Но я постараюсь. Я постараюсь. Думаю, что всё получится. Я предвижу какие-то проблемы на самом деле. И вот уже думаю, как этого избежать. Ну, давайте по фигуркам я вам покажу. Немножко расскажу. Ну, и так перед нами 5 танкистов армии США. У всех уникальные принты на лицах. Так, у одного должно быть двойное лицо. Это вот у командира. Правильно? Нет? Неправильно. И я его нашёл. Интересно то, что это лицо, оно действительно двойное. Вот первый вариант. И вот второй вариант. И как я понимаю, что разницы вообще нет никакой. Офигенно двойное лицо. В общем, никакой разницы нет. Но, видимо, это то ли ошибка, то ли ещё что-то. Потому что нашёл я чувачка, у которого действительно двойное лицо. И эмоции на лицах разные. Все мини-фигурки одеты в комбинезон, в куртку. Классическая, ну, известная утеплённая куртка танкистов армии США с застёжкой молнии. Тут утеплённый воротничок. На голове шлем. Причём у всех пяти мини-фигурок эти шлемы запечатаны. И в каждом шлеме есть, ну, как бы, отверстие, чтобы всё было исторически верно. И у каждого из бойцов есть на шлеме вот такие очки. Это очень круто. На плече у каждой из мини-фигурок есть нашивочка. Причём там прекрасно видно циферка 2. Это означает, что они принадлежат ко второй танковой дивизии. Такие эмблемы у каждой мини-фигурки на обоих руках. А у некоторых мини-фигурок, вот у этой, например, есть знаки различий, которые соответствуют их воинскому званию. Так, я погуглил и узнал, что вот эта нашивочка обозначает, что это старший сержант. Вот у нас старший сержант. Я так понимаю, его в фильме играл Брэд Питт. Есть у него даже кобура и револьвер, который в эту кобуру он может убирать. Кобура от Брикфорджа. Мне они не очень нравятся. Слишком большие, громоздкие. Вторая мини-фигурка с нашивкой. Думаю, прекрасно видно. И это у нас техник. Причем техник пятого ранга. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Но вот именно такую информацию я нагуглил. И вот эта последняя фигурка с нашивкой. Это у нас Капрал. Вот такая замечательная пятерка танкистов по фильму «Ярость», которые напечатаны, я так понимаю, уже не существующей группы людей под названием «Брик-бригада». Напоминаю, что таких наборчиков было всего 19 штук. Соответственно, что и экземпляров каждой из этих мини-фигурок тоже 19 штук. И я крайне доволен, что такой эксклюзив у меня оказался. И большую помощь в этом мне оказал интернет-магазин «Нива Брик». Это очень здорово. Надеюсь, что недостающие части в виде аксессуаров от компании «Брикфордж» и оружия от компании «Брикармс» все-таки у меня появятся. И я смогу этот танк довести до его задуманной комплектации. Так скажем. Что ж, на этом я свой обзор на сегодня заканчиваю. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы этого еще не сделали. Всем удачи и пока. И увидимся в новом видео. Кстати, по гладкому столу этот танк ездит. Что удивительно. «Брикфордж» 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 Продолжение следует...